Снежная масса, которая ввозится с улицы, он ввозится именно с Кировского района, потому что центральная часть города, дороги узкие, небольшие количество машин, людей, проживающих, работающих в центре, очень большое, поэтому в первую очередь, конечно же, приводится в ночное время Кировский район. Сейчас компания «Родостроя» приобрела буквально 10 дней назад второй лаповый погрузчик. В ближайшее время была приобретена техника по перекидыванию снега на основных проспектах магистрали, так, чтобы не было сужения. Благодаря двум лаповым погрузчикам и количеству самосвалов, работающих, в зависимости от каждого, ну, от каждой ночи по-разному там бывают, работают 8 самосвалов, бывает 15 самосвалов приезжают. То есть, это, конечно, очень помогает разгрузить от снежной массы Кировский район. В том числе и погода, у нас не было таких крупных снегопадов, были вот эти два небольших снегопада, которые, в принципе, они справились. И генеральный подрядчик, и субподрядчик справились. Дорогой первой категории. Есть вопросы по дорогам. Второй категории, третий. Возникает также доработка в части содержания тротуаров, уборки тротуаров, вовремя их обработать противогололедными материалами. Основочные комплексы, пешеходные переходы, все это, конечно, подрядчик приводит в порядок, но по истине некоторого времени. То есть, они эту проблему сами знают. Сейчас, как нам сообщают, идет процесс приобретения дополнительной техники, которая поможет механизированным образом продолжить уборку тротуаров. Потому что протяженность тротуаров, на самом деле, очень большая по городу. То есть, в принципе, уборка дорог первой категории, они держат под контролем, то есть, вместе с заказчиком. В основном, они отжимают, градируют. На сегодняшний день еще вывозят у нас Ленинский район, вывозят у нас Заворский район. Сейчас вот мост, Литяпский мост через Заволгу, это уже то, что вывозится снег с него, это относится именно к Заворскому району. Очищаются площадь УДК Добрыния, но это Ленинский район. То есть, там вывезли след. То есть, это вот вывозил САХ. То есть, Родострой вывозил вот сегодня ночью, они приводили в порядок проспект. Проспект Октября приводили в порядок, приводили улицу Победы в порядок. Убирали вот эти кучи, которые нагребли. То есть, понятно, что эти кучи не должны присутствовать на проезжей части, они должны сразу же убираться. Но, к сожалению, они сами это понимают, что они это могут сделать через определенный период. Решить вопрос по уборке тротуаров. Значит, по уборке тротуаров требуется, на самом деле, не четыре татарные щетки, а чтобы им уложиться именно в регламент по уборке. Конечно, надо как-то думать, смотреть. То есть, они эти вопросы решают. Можно иметь и громадное количество техники. Ну, если не факт, что эта техника может убираться, и наоборот, то есть, можно иметь количество техники минимальное, но город убирать круглосуточное. То есть, здесь это давать оценку количества техник, которые требуются именно сейчас компаниям-подрядчикам. То есть, мы, как заказчики, не имеем права указывать и не собираемся этого делать. Продолжение следует... Продолжение следует...